Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий Станиславович Рыбальченко, я челюстно-лицевой хирург, и я рад очень приветствовать вас на этой интересной конференции, к сожалению, я не могу на ней присутствовать лично. Передаю вам большой привет из солнечной Флориды, где нахожусь на сегодняшний день на учебе в институте Пикаса. И все равно я готов представить вам уникальный случай, который мы провели с моим уважаемым коллегой Марией Александровной Носовой, и который, я думаю, будет очень интересен для начинающих врачей, для врачей, которые имеют большой опыт, потому что сам случай настолько уникальный, что даже нигде в литературе я таких не встречал. Итак, начнем. Мы все знаем, что в своей повседневной практике врачи-стоматологи очень часто встречаются с ретенцией и дистопией зубов. Как правило, это третьи маляры, которые доставляют мучительные страдания нашим пациентам. Иногда этими пациентами мы были сами, при этом возникают затруднения жевания, отеки, боли и тому подобное. Другие же зубы, ретенированные, дистопированные, как правило, являются случайной находкой для нас, особенно при первичном осмотре или при первичной рентгенологической диагностике. По своей распространенности на первом месте стоят третьи маляры, как верхние, так и нижние челюсти, потом идут клыки и лишь третье место занимают вторые премаляры нижней челюсти. Это около 23-25% всех случаев. Не исключая возможности влияния на ретенцию и дистопию вторых маляров всех описанных факторов, все же большое значение на изменение траектории прорезывания этих зубов оказывает преждевременное удаление маляров молочного прикуса у детей. После того, как эти зубы удаляются, возникает мезиализация постоянных маляров и создается механизм ущемления фолликула зуба, препятствуя для его нормальной, оптимальной траектории роста. Зубной зачаток оказывается зажатым среди конвергирующих зубов и не может осуществить нормальный рост и встать в общую зубную дугу в том месте, где ему и положено. В то же время данных о ретенции и дистопии первых маляров постоянного прикуса очень мало. они скудны и составляют в среднем 2, ну может быть 1 или 2 человека на 1000, то есть это 0,2% всего. А сочетанность полной ретенции дистопии соседних зубов, а именно 2-го премоляра и 1-го маляра нижней челюсти является вообще уникальнейшим случаем, который нигде не описан. Итак, пациентка 23-х лет, молодая, симпатичная девушка, поступила в клинику с жалобами на частичное отсутствие зубов и на то, что ее улыбка не того качества и не той формы, какой бы ей хотелось. При первичной рентгенологической диагностике на ортопантомограмме выявлена полная ретенция 2-го премоляра и 1-го маляра нижней челюсти в диаметрально противоположном мезодистальном направлении при полном и плотном фиссурно-бугарковом контакте. Плоскостное изображение самой ортопантомограммы не позволило нам определить форму зубов, их взаимоотношения между корнями соседних зубов, их точное взаимоотношение между собой, а также и местоположение и топографию нижнечелюстного канала. Поэтому мы прибегли к тому, что использовали более современный и более глубокий анализ, который позволил нам сделать конусно-лучевая компьютерная томограмма фирмы Сироном. Эти задачи, которые мы не смогли решить с помощью ортопантомограммы, были успешно решены с помощью конусно-лучевой компьютерной томограммы фирмы Сироном. На основании этого исследования нами также было окончательно принято решение по 37 и 38 зубах как о безнадежных и решение об их удалении было принято однозначно. Также был выработан четкий план, четкий хирургический план и методика по осуществлению доступа к ретинированным и дистопированным зубам, их последовательностью в удалении и с максимальной точностью и с максимально бережным отношением костной ткани, с минимализацией возможности повреждения нижнего альвеолярного нерва. Данный случай полной ретенции и дистопии второго премоляра и первого маляра нижней челюсти в диаметрально противоположном мезодистальном положении с плотным и полным фиссурно-бугарковым контактом образно нами назван Ромео и Джульетта. И мы также поняли, что разлучить эти зубы можно только радикальным хирургическим вмешательством. Подместный проводниковый и инфильтрационный анестезий раствор мартикаина с концентрацией пинефрина 1 к 100 тысячам в количестве 4 карпул по 1,7 мл каждое произведен трапециевидный кристально-суркулярный разрез от 33 зуба до ретромолярного пространства, с отведения полнослойного лоскута вестибулярного. Зубы 37-38 были удалены щипцами с сохранением межзубного промежутка и с сохранением целостности лунок. С целью сохранения объема формы альвеолярного гребня нижней челюсти в зоне расположения дистопирных зубов и максимального возможного снижения риска повреждения мягких и твердых тканей нижней челюсти нами был использован пьезохирургический комплекс VarioSearch LED производства NSK. Основываясь на данных конусно-лучевой компьютерной томограммы Сирона, в проекции расположения коронных дистопированных зубов в вестибулярной картикальной пластинке было сформировано прямоугольное окно и картикальная пластинка убрана с целью использования в последующем в качестве стружек-аугментатор. Края окна были сглажены с помощью шаровидного алмазного бора, зубы в последующем фрагментированы и удалены с помощью элеватора по частям. Хотелось бы отметить, что дистопированные зубы были полностью окружены костной тканью без признаков анкилозирования и присутствия фолликулярных оболочек. Щадящее препарирование костной ткани с помощью хирургического комплекса VarioSearch LED фирмы NSK, а также фрагментирование зубов позволило нам минимально воздействовать на костную ткань и сохранить целостность нижнего альвеолярного нерва, проходящего в фуркационной зоне первого маляра нижней челюсти. Асептическая обработка операционной раны проводилась спреем хлоргексидина 0,2% фирмы KIN Испания, а также в последующем пациентка использовала гель хлоргексидина той же самой фирмы KIN на этапе восстановления после хирургического вмешательства, что позволило ей почувствовать комфорт применения данных препаратов, хорошее заживление и исключение, практически полное исключение окрашивания витальных зубов в коричневый цвет. Костные дефекты после удаления были полностью заполнены гранулами аллогенного деминерализированного губчатого вещества Леопласт Самара, замешиван на крови из костной раны самой пациентки. Для исключения миграции костнозамещающего препарата из дефекта костной ткани, нами также было использовано фрагменты твердой мозговой оболочки, которая поставляется той же самой фирмой Леопласт, фирмы Самара, и сама оболочка для стабилизации была укреплена в области раны на кости с помощью пинов фирмы Фриоз и к надкоснице с помощью монофиламентной нити Монофил номер 6. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мобилизация вестибулярного лоскута была осуществлена поперечной перевозкой атомии, что позволило нам осуществить репозицию без натяжения и ушить рану поверх укрепленной твердой мозговой оболочки двумя рядами поперечных матрашных швов и простых узловых швов монофиламентной нитью номер 6. Был осуществлен рентгенологический контроль после операционного вмешательства с целью определения плотности и равномерности распределения аллографического материала в зоне дефекта после удаления. После операционного периода проходил спокойно, пациентка не предъявляла жалобы, отек соответствовал фазам воспаления, швы сняты на 14 день, рана зажила первичным натяжением, явление нарушения чувствительности и простезии в области иннервации третьей ветки троничного нерва мы не выявили. Контрольный осмотр или рентгенологический контроль был проведен через 2 месяца, состояние удовлетворительное, жалоб нет. В области оперативного вмешательства на рентгенограмме, произведенной аппаратом ПланМека, четко прослеживается образование зоны повышенной рентгеноконтрастности. На примере данного уникального случая полной ретенции и дистопии 2-го премоляра и 1-го моляра нижней челюсти мы хотели показать важность использования современных методов рентгенологической диагностики, а именно конусно-лучевой компьютерной томограммы, в данном случае фирмы Серона, а также возможность использования пьезохирургической техники, в данном случае VarioSearch LED фирмы NSK, для максимального снижения травмы и минимизации расширенного доступа с сохранением целостности очень важных и нежных структур типа нижнеальвеолярного нерва. Применение оральных антисептиков КИН обеспечило быстрое и комфортное заживление раневой поверхности и не приводило к каким-либо побочным эффектам в виде дополнительного окрашивания. Швы сняты на 14 день, рана зажила первичным натяжением, явление нарушения чувствительности и простезии в области иннервации третьей ветры тройничного нерва нами не выявлено. Контрольный осмотр и рентгенологический контроль был осуществлен через 4 месяца, состояние пациентки удовлетворительно, жалоб нет, каких-либо изменений внутриротовых и снаружи тоже не выявлено. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что моя коллега Мария Александровна Носова ответит на все ваши вопросы. Если же она не сможет на какие-то вопросы ответить, я готов на них ответить буквально через несколько дней по своему возвращению в нашу родную необъятную Родину. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.